и здравия всем аллоу аллоу всем как слышно всем аллоу аллоу всем как слышно сегодня у нас интереснейшая тема ну не для всех наверное о первые комменты и все хорошо всем привет от нас с Моной у кого какие мысли по поводу сей новости для кого-то замечательно для кого-то не очень и какие идеи по этому поводу какие последствия могут быть пишем в комментарии а пока немножко послушаем для тех кто не в курсе кто такой вообще этот так называемый Генри и чем он знаменит для тех кто не в курсе я тоже не сильно в курсе просто у меня есть некое ощущение и знание разрядка отношений между сша и ссср да да проще говоря чтоб ссср сдался остановил войны конечно когда нужно тогда и останавливаются когда нужно начинаются войны ну что если его и нет их надо придумать наверное можно так перефразировать хотя это все все что в этом канале серии сегодня на стриме будет это всего лишь мои домыслы и догадки и предположения и не более того грубо говоря моя паранойя все что называют паранойи книги читали эксперты политики ну как и книги бжезинского например или умберто эко либо 451 по фаренгейту либо орвелла вот на двор и прочее потому что это не его книги не его мнение это прогнозные вещи декларации глобалистов что будет так и не иначе ну как же без этого там ну как же без этого там ну врагами прям милашка если верить карсамольской правде генри киссингера на современную дипломатию сложно переоценить киссингер родился в веймарской республике в 1923 году в еврейской семье в конце 30-х спасаясь от преследования нацистов его семья переехала в сша американское гражданство киссингер получил в возрасте 20 лет молодой генри киссингер владел двумя языками хорошо знал германию и вообще отличался не говорят три года отработали и все произошло ну на самом деле его держали и объявили когда нужно под определенную дату не более того на самом деле он нужен я объясню чуть позже был для того чтобы держать некоторые процессы сейчас уже некоторые процессы держать нет смысла предполагаю что он умер немножко раньше нас покинул объявили в это время да как держат статус кавычка как держали королевишну какое-то время хотя ее уже не было с нами но это всего лишь опять же мои предположения потому что нужны были определенные цифры красивые как послание как держали к там филиппа например принца этого куча девяток на смерть вот подгадали дату ну вряд ли я не верю в такие совпадения что он покинул нас его тело перестала двигаться именно в этом момент просто пришло время когда на самом деле не важно важно что на тонком плане мы сеансе показали три года назад что произошло и вот все должно было быть а когда на физике совершенно не важно держит ли его тело без статусов без функций тоже вообще не важно вот не таньяху тоже была определенная работа потом и по определенные последствия потом как бы тело снова всплыло с компьютерными симуляциями всем прочим ну вот результат мы видим сейчас что происходит какие последствия того что кто-то решил чтобы это тело снова якобы выполняла те функции которые могло выполнять по статус же такой статус евро и но я уже много раз объяснил абы кто сделать что-то не может нужно иметь определенные посвящения подключки и так далее и за урядными способностями он попадает в поле зрения американских спецслужб и ему поручают миссии в европе во время второй мировой войны так уж попал в поле зрения или он сам был этими спецслужбами потому что в столь молодом возрасте 23 года рождения соответственно в 43 он был в ему 20 был дать не простой человечек как билл гейтс а он просто бросил учебу и просто основал глобальную корпорацию а ничего что у него мама и папа были члены правления или 6 то ли там восьми корпораций не важно как совпало удивительно в сша киссингер поступает в гарвард через несколько лет он защищает докторскую диссертацию в этом престижном университете его знания в области международной безопасности открывают ему дорогу в политику в 1969 году ричард если бы у всех знания что-то открывали то наверное мы видели бы другой ряд лиц в нашей политике никсон предлагает киссингеру первый ключевой пост помощника по национальной безопасности через четыре года он возглавит госдеп в то время отношения между сша и китаем находились в тупике уже на протяжении более 20 и вот начинается веселуха в семидесятых было принято решение определенное и позже расскажу об этом эти лет именно генри киссингер положил начало более открытому диалогу между двумя странами в 1972 году президент никсон встретился с мао цзэду нам основателем и руководителем китайской народной республики имидж сша был серьезно подпорчен войной во вьетнаме в которой увязли американские войска и библи и и из из-за киссингер предложил администрации никсона четырехэтапный план выхода из конфликта он принимал участие в переговорах которые привели подписанию соглашения прекращения огня в париже в 1973 году в том же году ему присудили нобелевскую премию мира с именем генри киссингера связано понятие челночная дипломатия это тактика политического посредничества третьей стороны была успешно применена при урегулировании вооруженных конфликтов между египтом и израилем сирией и израилем в разгар холодной войны генри киссингер инициировал и последовательно продвигал политику разрядки которая привела к значительному ослаблению напряжения в отношениях между сша и советским союзом дипломатия европейского экономического сообщества предшественника с не вызывала у него симпатии он сетовал на отсутствие визави и размытость системы принятия решений за океаном в 1970 ну вот он посетовал и почему-то появился евросоюз и сейчас по сути жесточайшая диктатура брюсселя над всем всей европой вот надо же посетовал и через вот пару десятков лет глобальные процессы случайно совершенно привели к тому что вот появилась новая геополитическая фигура не ряд разрозненных относительно европейских держав с проекцией силы на очень большие территории там в африке например а вот так получилось вот посетовал он и все обожаю евро news очень мягкие формировки 10 он произнес известную фразу европа это какой номер телефона генри киссингер покинул администрацию сша в 1977 году что однако не помешало ему сохранить влияние в международной дипломатии вот надо же пенсионер ушел никаких должностей не занимает а все его слушаются исключительно из-за одаренности таланта интеллекта и моральных качеств просто вот ганди 20 века по сути 21 в июле 2023 в период напряженности между сша и китаем киссингера лично принимал председатель кнр сидень пин столетний патриарх американской дипломатии до самого конца работал над разрешением кризисных ситуаций в мире тоже еще один хвалебный отзыв такая вот филиппика или понедельник понедельник репиката я щас делю секретарь сша генри киссингер ушел из жизни в возрасте 100 лет как сообщает издание рейтерс дипломат умер в среду 29 ноября в своем доме в коннектикуте дипломатическая служба киссингера приду после своего столетия посещал встречи в белом доме опубликовал книгу о стилях лидерства и дал показания перед комитетом сената о ядерной угрозе со стороны северной кореи также генри киссингер отметился противоречивыми заявлениями об украине частности бывший государственный секретарь сша был уверен что до конца этого года между украиной и россией возможно но это уже сказки мария билл тоже совершенно неважно на какой он очереди потому что это это функции не более чем героскар и сейчас это кто так понял герман фундамент стране рассыпался да совершенно верно поэтому участвую последние пожалуй крайне что стоит сказать здесь и потом немножко поговорим о нем и о последствиях я думаю что нам необходимо принять фундаментальное решение украина имеет полное право на независимость однако другие державы должны решить хотят ли они превратить украину в свой стратегический форпост или связую уже превратили их державы мост если одна из сторон превратит украину в свой форпост это приведет глубокому антагонизму противоположной стороны если же будет достигнуто соглашение о совместной поддержке украинской независимости и украина станет мостом а не форпостом тогда мы сможем избежать опасности новой холодной войны ну почему он не говорит о польше как генри киси мости дело в том что вот когда он пришел к власти он пришел к власти с идеей в этой глобальной геополитике на самом деле решаются вопросы на очень странных уровнях назовем их так глубинных и определенные люди являются транслятором этой идеи как шваб является транслятором и проводником некой идеи и все транснациональные корпорации все силы нобелевский комитет почему-то все сми религии будут поддерживать эту идею потому что один говорит от имени всех условно это общее решение роевое коллективное как угодно можно звать кисинджер был проводником другой идеи идею уничтожения ссср потому что с тех пор они сильно испугались того что одна страна станет независимой во всех смыслах и идеологически что более важно и человеческими ресурсами и интеллектуальными ресурсами естественно природными ресурсами как было во времена и сыр они грубо говоря боялись появления второго сталина и решили не допустить такого из тех пор появилась специализация в экономике ни одна страна больше не может быть самодостаточной для этой цели сделали глобальную фабрику китай и проводником этой идеи стала кисинджер китай не имел никаких достаточных ресурсов кроме пожалуй человеческого ну что уже тоже неактуально потому что например в производстве атомной энергии человеческий ресурс ну вообще там копейки на самом деле доли процента зависит а все остальное это интеллект это технологии в первую очередь потому что даже миллиард китайцев не может послать мячик на луну нужны технологии на количество не переходит в качество в этом случае в отдельно взятом поэтому было принято решение уничтожения сыр еще в пятьдесят третьем году после смерти товарища сталина на коронации королевы был корабль от ссср значит один из флота плеяда стран и постепенный демонтаж ссср начался и постепенное скажем так противостояние двух держав перешло с ссср на китай было сша ссср и в общем то белое население доминировала и лидировала и теперь новое решение фабрика китай полностью зависимые от импорта полностью зависимые от финансов но просто фабрика и дают ресурсы этой фабрики и она печатает весь черпотреб и не только для всего мира гениальное решение если бы оно было вы немножко иных условиях но условия меняется поэтому вот мы видим то что мы видим сейчас глобальный китай дается доминировать и терял всякие берега а ссср подлежит демонтан демонтажу вот это вот этот человек был проводником идеи уничтожения ссср что такое ссср это вот то человеческое общество где государство стоит лицом к человеку и нам и заботятся человек для государства есть сообщество людей и все ресурсы подчинены этой цели после уничтожения сср плавного демонтажа через предательство когда пролились реки и первую очередь русской крови мы видим сообщество непонятно чего коммерческие корпорации которые дербанят контролирует территории воюют между собой дикий капитализм лучшими его проявления олигархат ну а все производство интеллект сосредоточились из ссср который был самодостаточным которых было все электричество для производства а в китае этого не было такие в китае влились огромные огромные суммы огромные технологии все западные компании вдруг резко сорвались своих насиженных мест где было все для производства и ломанулись китай оставили без работы без интеллекта без всего европу например и частично сша постепенно и начали производство в китае в китае начали строится дороги строится электростанции всех видов от гидро до атомных туда полились технологии интеллект белые люди приезжали и говорили китайцам как что делать делились щедро прямо знаниями и в результате мы получили за буквально 30 лет того монстра который которого мы видим сейчас глобальный тотальный муравейник с абсолютным контролем всего не вздохнуть не пернуть все по команде осчастливлены уже больше десяти раз улучшающими жидкостями и так далее это вот этот человек в кавычках через это тело транслировалась вот эта вот идея уничтожения сэр вместе с что такое сэр это не территория даже это даже не идея хотя идея справедливости идея государства она и сейчас у нас нет идеи государства потому что в ссср допустим были деньги государственные казначейские билеты а у нас как билеты какого-то коммерческого банка в ссср была милиция которая защищала людей от воров а сейчас в россии у нас полиция с полицаями которые не людей защищают от воров а местами наоборот местами всегда в частную собственность они защищают не более того то же самое был комитет государственной безопасности который занимался безопасностью государства а сейчас у нас есть некая служба коммерческая как в любой конторе службы безопасности которая защищает интересы корпорации но не людей и не государства не более того это вот все что нужно знать о современной эрефии вкратце со всеми последствиями ну и одним из последствий является геноцид населения уничтожение полностью того что было в ссср прежде всего народа прежде всего русского народа который был цементом ссср старший брат скажем так союз нерушимый сплотила великая русь так было а сейчас что я думаю всем понятно мы не то что умираем мы уже вымерли нас уже убили к сожалению да нет план план соломона не провалился сергей он получился о чем я и говорю я то помню что он не то что пешка он часть этого глобального роевого сознания как отменить полицию вернуть милицию сама отменится вместе с тем недоразумением что сейчас есть да Марина Геннекислин говорил это но озвучивать не буду так вот создали этого монстра Китая который сейчас полностью зависит от вся экономика зависит и от импорта и от экспорта чтобы полностью контролировать потому что Китай пытается играть независимость но независимости у него нет потому что без экспорта на Европу и США который сейчас накрывается вся экономика перегретая полностью раздутая с дутыми цифрами и статистикой она рухнет это система контроля потому что именно для контроля создается противоборство искусственное как сейчас Россия и Украина условно до этого там Северная и Южная Корея как Китай с Японией когда-то и так далее как СССР и США чтобы какая-то глобальная сила могла контролировать обе стороны и наблюдать контролировать битву со стороны не более того и вот этот человек наконец-таки сдал свои полномочия какие последствия будут поскольку тот гарант тот хомутик который скреплял всю нынешнюю конфигурацию включая экономическую исчез теперь этого хомутика нет как вы думаете какие последствия будут пишем в комменты Синжер сыграл важную роль во многих знаковых событиях 70-х годов которые изменили ход мировой истории он участвовал в переговорах по прекращению войны во Вьетнаме нормализации отношений между США и Китаем ограничению ядерного оружия и улучшению отношений между Израилем и арабскими странами Киссинджер лауреат Нобелевской премии мира 1900... Ну вот Обаме тоже дали Нобелевскую премию мира и он разбомбил хренову тучу стран Интересное премии раздает Нобелевский комитет вообще сам комитет образован в честь того человека который изобрел разрушение динамит якобы он что-то завещал и вот с тех пор вот все эти премии они отдаются только тем кто на мой взгляд разрушает какой-то вклад в разрушение привносит и то что дали этому человеку премии мира именно потому что он этот мир в какой-то мере в той мере в которой мы это знали разрушен 73 года за совместные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме в 1973 году Ничто из этого что случилось со мной в общественной жизни не тронуло меня больше чем эта награда Киссингер до конца своих дней вел активную политическую жизнь посещал встречи в Белом доме даже опубликовал книгу о стилях лидерства и дал показания перед комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи в июле 2023 года Киссингер неожиданно улетел в Пекин чтобы встретиться с председателем КНР я думаю что он объяснил что он уходит и те гарантии что были даны Китаю перестают действовать дальше Китай как бы сам по себе нам он и все теперь возможно война за Тайвань теперь каждый сам по себе была глобальная система сдержек противовесов например функция страны бензоколонки была гарантирована россияне что продаем нефть за нефть покупаем все остальное не развивая убивая свое производство потому что 20% НДС а по факту 30% потому что при возмещении НДС очень часто бывают откаты при этих проверках так называемых и так далее то есть геноцидная экономика у нас с рубля прибыли нужно полтора рубля налогов заплатить примерно и так далее и тому подобное потому что там зарплаты одни из самых высоких налогов и так далее в то же время большой бизнес через офшоры уходят от любого налогообложения ну это стандартная практика в пользу глобалистов эрефия великолепно встроенная в глобальную экономику а в глобальной экономике собственное производство собственный интеллект должны быть разделены ибо сознание роевое наука в одном месте производство в другом дубинка армия в третьем это США и так далее политика в четвертом так вот в эрефии уже нет своей экономики абсолютно нет своего населения которое может что-то решать которое жестко контролируется прекрасно встроено через ВТО через ВОЗ и прочие глобальные структуры и ничего самостоятельно не решает даже в конституции прописано доминантом примат международного права каких-то там институтов плюс некая сейчас уже поправленные так называемой конституции есть публичная власть а что такое публичная власть это некие институты которые транслируются тоже глобалистами то есть о суверенитете речь по-моему не идет нет своей валюты даже даже своей валюты рынок открыт то есть кровеносная система открыта есть бюджетное правило так называемое если какие-то налоги выше 40 долларов то деньги просто выкидываются передаются международным институтам в кавычках и так далее что будет с Чубайсом да это тоже транслятор Чубайс как и Шойгу как и прочие птенцы гнезда известного политика Собчака коллеги Путина прочие коллеги Путина они неприкасаемые все с ним будет хорошо с Чубайсом никто его не тронет он святой и неприкасаемый несмотря на так называемое хищение Роснана несмотря на уничтожение единой системы РАО ЕС и так далее все нужно разрушить туда направляется Чубайс он разрушил экономику эссер остатки в России единого народно-хозяйственного комплекса провел приватизацию и так далее хотя там этому шоковой терапии 100 дней кто там полный такой гайдар кажется приписывает да нет все Чубайс хорошо ехвисты все намного сложнее чем национальный вопрос не хотелось бы но не возвращайся вернуться нельзя нужно идти дальше обожаю троллей мураши побегут из России более активно да куда они побегут то о чем везде будет хаос да теперь нужно самостоятельно какую-то политику проводить и с аудитом с претензией на глобальных какую-то роль а никто им не даст теперь пойдут еще больше войны войны раев как локальные внутри одного большого так и глобальные вот теперь могут быть глобальные потому что Китай это один рой США это другой глобальных войн не было до до сей поры были войнушки внутри зон влияния и что за бред без флага на шельфе и флаг есть коммерческой корпорации и не на шельфе субъекты территории стоит из субъектов и шельфа субъекты это суша мне достали и тролли и искренне люди с искренне промытыми мозгами хорошо промытыми искренне верующие в то что им запулили которые не могут критически мыслить потому что человека которого убедили в то что земля плоская можно убедить в чем угодно поэтому плоскоземов я тупо баню сейчас буду банить шельфовцев похоже сектор газа сотру да это часть вот той политики которая сейчас будет нет глобального контроля который бы соединил и мог как-то урегулировать все процессы поэтому да планомерно стирают газу это к вопросу о том к чему привело возвращение Нетаньяху у него застопались некоторые процессы называемая судебная реформа он геноцидит соответственно Израиль этот очень избранный народ его очень избранный геноцидит народ начал сопротивляться и тут вовремя прямо напал Хамас ну прям вовремя удивительно неожиданно так и вовремя чудеса просто совпадение поэтому сейчас для того чтобы его сделать победителем чтобы он додавил любое сопротивление любое любые проблески демократии так называемой любое инакомыслие он сотрет газу его объявят победителем он доделает то что начал а начал он очень нехороший для евреев процессы на мой взгляд потому что он тоже ставленник и проводник глобалистов поэтому ничего хорошего для Израиля я не вижу как впрочем и для РФ вот радость из серии у соседа корова сдохла она тут неуместно жопа глобальная грядет везде везде есть спецслужбы проводники идеи глобалистов везде идет некий геноцид неприкасаемых сейчас не будет так или иначе заденет и перемелет вот эта большая кофемолка всех большая мясорубка диньпином и второй раз за жизнь наладить отношения между Юлия белая Илья Украина тоже сотрут Украину уже стерли ты о чем Украины уже нет РФ следующие процессы идут с лагом года три примерно то что происходит в Украине следующая Россия США и Китаем а в сентябре этого года с Генри Киссингером встретился президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США им тоже дали ЦУ все рабочего визита в США дипломат ранее Владимир Зеленский во время рабочего визита в США когда это было то он такое говорит что тут аж красные уши обоих Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США дипломат ранее не поддерживающий членство Украины в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину изменил свое мнение до этой войны я был против членство Украины в НАТО потому что опасался что это начнет именно тот процесс который мы видим сейчас теперь когда процесс вышел на такой уровень идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла Генри Киссингер в другой версии было что он наоборот против что он за дипломатическое урегулирование конфликта что под дипломатическим понимается большой большой вопрос что называется бывший государственный секретарь США да война пойдет как по цепочке хранитель всего она уже начала и Мона уже сказала что будет огонь распространяться и страны сначала будут подкидывать дрова потом сами вовлекаться в это и вот первый который вовлекся это был Израиль война будет глобальной постепенно расширяясь к счастью наверное это не так быстро как мне виделось допустим двадцатом двадцать первом году когда я там как веником эти сценарии плохие пытался тучи развести руками отогнать буквально и всех вовлекал в этот процесс рассказывая пугалки страшилки что вот вот это грядет вот это не надо этого и самый пик был бы двадцать третьем году сейчас самый пик на двадцать пятый немножко отложился но все равно эти сценарии они неизбежны то есть глобально субъективно ничего не не изменилось наши смоны скромные потоки лишь немножко растягивают ну и еще ряда сил определенных процесс но не отменяет в принципе большой певсец он то что в пути он уже пришел шторм почти пришел и начался благодаря некоторым усилиям некоторых лиц и сил все будет немножко мягче чем могло быть например вот сейчас пошел геноцид газы откровенный но глобальной войны не будет потому что тот кто главный по тарелочкам в области религии это саудиты ему отдали опять в тех же семидесятых пообещали всем сестрам по серьгам раздали вот саудитам отдали определенную функцию они поддерживают доллар долларовую систему нефти долларом нефтью своей продают только за доллары а через доминирование и через обеспечение доллара нефтью был обеспечен диктат и британ-вудская система немножко почила в бозе оставлена уничтожена практически кто-то может сказать что вышли на новый уровень да нет она была обеспечена золотом и определенные были условия потом америкосы похерили это обеспечение золотом все золото форт нокс перевезли забрали себе со всех стран все почему-то отдали им эту функцию даже рф вопросу о распределении и глобализации потому что все страны связаны золото всех стран практически стран хранится в одном месте мелочи оставляют так на ювелирные украшения а все золото хранится в одном месте никто не рыпнется никуда так вот саудитам дали определенную функцию они главные по нефти они главные по исламской религии и один из процессов геноцида белого населения через исламизацию всего мира им это обещали и они это выполняют глобальные договоренности теперь и если бы это было вот так как есть неизменно то россии был бы просто пердык потому что по исламу я сделаю отдельный ролик насколько ислам совместим со светским характером эрефии и чему все идет сейчас через ислам через не исламскую прежде всего миграцию уничтожается европа в том виде в котором мы видим ее это один из инструментов геноцида на мой взгляд потому что то что происходит иначе как геноцидом не назвать посмотрим как отреагирует youtube но чуть больше сказать даже чуть больше я пока не могу в рамках youtube ибо такова политика но думаю все понимают что я имею ввиду а в россии тем более такие есть ярые и яркие политики и защитники ислама как кадыров например так вот глобально процессом исламизации заведуют саудиты и по идее если бы вот это эти процессы некоторые были тогда когда нужно допустим двадцать четвертом и двадцать пятом году без некоторых стопоров глобальный ответ на бомбежку палестины был бы очень жестким в том числе и в россии россия бы просто захлестнула некоторые процессы но поскольку мы имели некоторые вещи которые сделал например трамп тот же вот не все понимают ее вклад в некоторые процессы он замерил саудовскую аравию и израиль заставил подписать мирный договор поэтому сейчас саудиты не имеют права выступать против израиля соответственно они не поддержали некоторых там экстремистов Сирию например хуситов йеменских и так далее поэтому сейчас глобального мусульманского ответа не может быть соответственно единое мусульманское поле грегриальное ментальное и прочее единого фронта мусульманства нет оно разорвано в клочья поэтому сейчас на опережение этот процесс пошел соответственно единого фронта и в России мусульманского не будет поэтому у России и русских появляется некий слабый шанс Трамп вообще очень много вещей сделал полезных для России не все понимают потому что он пришел тогда когда в общем то шел пик накачки Украины на западном вооружении он все это приостановил он как котенка ткнул собственное говно Зеленского много раз назвав самым коррумпированным правительством и так далее остановил практически накачку и вступление в НАТО и накачку а при Трампе если бы Украина вошла в НАТО это все был бы кирдык он остановил накачку оружием подготовку и многие-многие другие процессы они все понимают как много Трампа сделал для России и для мира во всем мире то же самое он сделал с Северной Кореей теперь войны Северной и Южной Кореи не будет хотя могло бы вспыхнуть вот сейчас просто как нифиг делать он реально президент мира и он очень много сделал для того чтобы планы глобалистов обломались поэтому его так и ненавидят что Сорос сказал что сейчас у них какая истерика очень много тонких нюансов он помог в некоторых вещах саудитам и в некоторых вещах израилю теперь исламского поля единого нет есть три лидера исламского мира Турция Иран и Саудиты каждая претендует на лидерство и борется между собой Трамп сильно помог этим всем трем и так далее то есть много вещей которых ну это наверное отдельная тема если вообще и будет смысл ее делать ролик но по планам Киссингера если бы они удались настал бы полный хаос потому что именно Киссингер сделал мир в экономике и в политике таким какой он есть сейчас вот сейчас этот вот идеолог который своими статусами держал то что есть богатые богатые счастливые конституции главный документ ну не смеши прописан свободное перемещение что ожидать в США на выборах в следующем году а что будут выборы в США инфам поясни вопрос геополитика не ваша ну а что наши тогда в телеграм-канале нет стрима Валерий я немножко сейчас поотвечаю Кадырка политик о он тот еще политик всем политикам политикам я по нему сделал ролик пока не до того скажи нам что делать как исправить все включать мозг Павел 19 воин 22 нужно идти под крыло батьки что значит идти под крыло где у него крыло и как туда идти оставшиеся русские выживут в Украине да в Украине сложно будет кому-то выжить Юля и русским и не русским и даже евреям сложно будет выжить хотя они там фантазируют по поводу там второго Израиля и прочее Великая Хазарин это все абсолютно все эти планы включая приход Мышаха и все прочее они как-то всерьез вроде умные люди но всерьез верят что будет 2800 рабов они хоть с одним рабом и имели дело гений блин эрефи убьют что будет вместо эрефи что значит убьют да то что сейчас и происходит уничтожение эрефи распиливание ой паша 19 что за пытается думать думай самостоятельно какая онлайн трансляция взлеты все обещал банить буду банить блокирую плоскоземы буду банить цены цены в магазинах стали выше да я же давно говорил делаем запасы делаем понадобится все идет мягче и дольше чем я говорил но идет примерно так же остановить глобальные процессы не получится никак так что работаем как можем уже 45 минут идет трансляция у кого какие еще вопросы так вот сейчас глобальный коллапс и самостоятельные игры США уже не будет поддерживать поскольку сил нет Украину Трамп очень хорошо работает против этого говоря о том что есть внутренние проблемы США а не внешние и очень хорошо перекинул поддержку за это ему тоже огромное благодарность когда нибудь наверное историки оценят его вклад в спасение России больше чем он наверное никто вне России этого не сделал ничего больше для России я думаю это уже можно сказать озвучить поэтому огромную благодарность и дальше мы сами помочь себе сможем только мы сами глобально и по внутренним политическим раскладам я наверное позже ролик сделаю а глобально вот покидание вот этого человека грядет новый виток и всплеск просто буря шторма сейчас сейчас будут очень огромные изменения некие силы уже начали делать ритуалы по этим изменениям потому что реально кто-то хочет улучшить свое положение например тот же Китай хочет получить независимый допустим в поставках будет борьба за нефтяные ресурсы будут пытаться не только де-факто но и де-юре забрать возможно Сибирь возможно Африку и так далее ну это уже Китай забирает делает получает независимость в финансах будет полный хаос полный шторм потому что война будет не только фондов но и валюты всего остального глобального эмиссионного центра уже не будет против США многие борются идеологически войнушки уже начинают идти потому что старые способы контроль контроля населения через насилие и через религии уже практически не работают будет попытка контроля через валюту с истекающим сроком годности электронную будет попытка всех загнать в концлагеря оцифровать по самой не балуйся еще больше хотя по плану ничего не готово и это все должно быть тридцатому году тридцатому и сорок пятому и так далее и тому подобное процессы все пошли единомоментно сразу хотя должны были поочередность потому что у них есть внутреннее чувство времени за которое отвечала определенная сущность в рое а теперь у этой сущности нет поэтому все начали делать свои программы сразу и сейчас мешая во многом друг другу и вот одна из оков хомутик такой Генри Киссингер исчез поэтому начнется веселуха полная про ядерный удар да какая разница что такое ядерный взрыв это всего лишь большой взрыв сейчас не ядерный но столько что украина сейчас германия собралась поддерживать да что там поддерживать да проект германии если в украине они провалятся то германии кирдек потому что германия очень сильно вложилась вместе с францией но в основном германия они отказались пошли на по сути противостояния не могу сказать войну потому что это же не война это же СВО нельзя называть так они отказались от дешевого газа они отказались от атомной потому что глобально у них такие вот условия сейчас экоактивистами германию душат потому что независимую производственную страну высокоинтеллектуальную с преимущественно белым населением глобалисты допустить не могут нужно понимать вот никто практически не вот обычно человеческое сознание не может осознать всю глубину изощренности извращенности врага интеллекта потому что ресурсы у врага огромные интеллектуальные политические неограниченные неограниченные финансовые и огромная глубина противоконности не то что незаконности противоконности то есть это вирусное сознание которое разрушает себя и всю вселенную борясь с коном а кон это порядок по сути и они пытаются бороться с порядком то есть отказываясь от порядка не понимая своей природы прежде всего не понимая что рой и есть порядок там четкий функционал четкое распределение ролей структура жесточайшая то есть по сути на некотором уровне они еще больше порядок чем тот порядок с которым они борются но они борются с порядком раньше это их кое-что защищало теперь не защищает и теперь по сути борясь с порядком борясь со мной условно они по сути разрушают себя больше разрушают себя чем меня поэтому все что происходит это результат их выбора прежде всего не больше они просто не понимают что они делают и с чем они борются кто с чем борется реально если бы были у них мозги все было бы наверное иначе но у них мозгов нет у них есть программа которую они выполняют и судя по тому что происходит внутри эрефии это все очень быстро закончится потому что это очень ярко проявлено по эрефии и развалу по внутренней политике и процессам в очередных хрониках безумия я сделаю разбор как смогу но пока то что ну никого попкорна не хватает чтобы как-то реагировать ай Илья твоя душа это душа Сталина сама то поняла что спросила Вера проедренные удары старшинки собирают да проедренные удары ну да проеденное оружие да это не самое страшное оружие вот сейчас климатическое оружие очень хорошо используется мягонько не на полную но все еще лупят друг по другу пытаются нанести удары чтобы уменьшить потребление газа Европа себе накачивает мягкую зиму это мягкая зима аукается другим странам в виде ураганов и в виде града и верблюдов под снегом в Саудовской Аравии Саудовская Аравия себе жару искусственно нагнанную пытается охладить другими процессами США пытается повредить Китаю нагоняя ураганы и пытаясь разрушить три дамбы тестируя режимы определенные я думаю следующий год таки разрушат сейчас уже почти подобрали ключик идет война РЭП жесточайшая вот сейчас это красное небо что мы видели россияне новую систему РЭП сделали очень эффективную соединив несколько систем и сбив очень много самолетиков леталок летунов как они летаков называют НАТО ну то есть формально украфских штатов Пентагон обиделся и сжег эту систему нахрен как следствие ионизации сверх ионизации мы видели это красное небо как следствие мы видели некоторые изменения погоды наши опять в ответ обиделись запустили тот бардак что мы видим сейчас в Сочи несколько радаров устроили такой вихрь который пробил ионосферу и пошел холод глобальный что они кахлов что-то заморозить хотели непонятно вот этот шторм в Сочи что мы видели начался и пошел как вот сейчас расширяясь волна холода по Европе ну в общем веселуха ну и эта веселуха только начинается причем оружие судного дня ну почти не используется еще другие виды вооружения которых мы нормальный человек и не знает собственно говоря это опять же всего лишь субъективная наша точка зрения да Моно? да зима будет длинной да зима будет длинной 24-25 потому что весь же скач начнется следующий год я немножко снова перехожу на локальное ну локальное вот сейчас вот так называемый как это Песков назвал дорогая бюрократия пройдет весной под названием выборы и начнется же скач потому что глобально будет трещать все вся экономика экономические войны и как следствие то наиболее слабые пострадают наиболее слабые это эрефия потому что своего производства практически нет независимости нет электроники своей нет нагнали опять же перехожу на локальное нефть в Индию за рупии рупии из Индии не вытащить то есть по сути подарили ей до хрена нефти гениальный геополитик с Турцией параллельный импорт эрдоган держит эрефию за причинное место наращивая экспорт вооружений в Украину так называемую националку колды в погонах ничего с этим не делают потому что погода все решают формально а реально то другие люди вот такие как Киссинджер и так далее то есть вот эти глобальные процессы они ударят в первую очередь по России в основном в силу слабости в силу вовлеченности в разные процессы поскольку Россия вовлечена и в процессе на востоке и в процессе на западе и в некоторые глобальные и пытается еще в Африке что-то как-то рулить вмешиваться имея уже один менее одного процента ВВП пытается влиять как моська попытается влиять на слона так вот и Россия влиять на глобальные процессы что говорит о некой об уровне адекватности нашего политического руководства если оно наше конечно же пытается полностью погруженный будучи погруженный глобальные процессы с этими же глобальными процессами воевать то есть левая рука против правой и так далее и тому подобное в то же время нужно еще не имея никакой базы электронной оцифровывать все подряд потому что вопросы цифровизации повестку никто не отменял очень интересно сейчас очень интересно процессы идут то есть борьба с самим собой а как следствие мы видим геноцид белого населения на мой взгляд по всему миру и резкое вымирание населения по всему миру будет в результате этих процессов экологических климатических экономических и того то есть последняя скрепа того относительного порядка пусть херового но порядка Генри Киссингер она отвалилась и это о многом говорит то что уже объявили сдались как держали держали королевишну объявили сдались и пошла веселуха то же самое держали Киссингера и сейчас начнется еще больше веселуха поскольку там кумулятивный эффект после смерти Киссингера так что готовимся вся жесть впереди не надо печалиться выборов не будет Жерик говорил выборов не будет в двадцать четвертом году а сейчас что есть а в двадцатом были что ли выборы это выборами можно назвать курс евро дойдет до 160 по другим данным валюты обесценится ну да что ждет финансовую систему да что может дать финансовую систему при невозможности напечатать свои рубли хотя сейчас уже этот запрет необеспеченные рубли вот что сейчас один рубль всегда было один килограмм бананов ой один доллар всегда килограмм бананов стоил сколько сейчас бананы больше 150 если не ошибаюсь один литр сока всегда сколько сейчас литр сока стоит хотя бананы еще держат искусственно сдерживая так что реально и все будет только впереди потому что ну сколько сейчас одна машина стоила когда-то допустим в пятнадцатом году в евро или в долларах и сколько она сейчас стоит та же самая машина вот солярис вот этот реальный курс скрип скрип отвалилась то я тоже не знаю кто ж ему помог то уход развяжет руки трампу да у трампа и так не очень связаны руки армении те проблемы которые появляются в закавказе ну что еще одна скрепа сорос который уже ушел но его формально держат на самом деле у него никаких статусов его сын не имеет таких статусов и подключек но формально этот институт под названием Сорос еще как-то действует да и Пашинян это разрушительный институт если Киссингер условно созидательный институт он какие-то там конструкции геополитически строил то Сорос исключительно разрушительный вот это вот все эти революции цветные это его фонды и много чего еще и Пашинян который пришел для развала Украины он это ой Армения он это все прекрасно сделает сейчас отвалился Карабах потом предполагаю будет распад Армении на три части есть и некоторые тенденции дальнейший распад перестройка всего и развал Армении на три части если Россия умно себя поведет то распад Казахстана будет на пять частей не задев Россию если не очень умно то Казахстан останется целым но сугубо Украина 2.0 русофобским и пойдет на север при поддержке тотального глобального ислама но глобального ислама уже нет благодаря Трампу как я уже сказал поэтому России будет шанс сценарий идет все-таки внутреннему распаду и гражданской войне в Казахстане русские против казахов казахов будут накачивать промывка мозгов соответственно потом там узбекские и таджикские диаспоры внутри полыхнут и внутри казахстанских там восточные западными и так далее примерно пять частей вот такие как центры силы центры притяжения скажем так это тоже один из сценариев по Казахстану что более важно чем в Закавказе в Закавказе тоже своя веселуха но она такая локальная ну что будет в Казахстане рассказал да какая разница итальянские это семьи либо европейские оператив озера ну да вот эта команда гробовщиков СССР она они на месте они выполняют свою функцию Шойгу Чобайс Греф это все коллеги Путина из окружения Собчака никуда они не уйдут их поставили для уничтожения дальнейшего они это все делают прекрасно уже 30 лет геноцида а за слово геноцид людей в России служба безопасности корпорации геноцидная служба антинародная людей просто арестовывают причем беременных женщин я об этом наверное покажу в ролике здравствуйте вы представляете Черногорию я представляю здравый смысл Светлана недружественная страна для россиян да она более дружественная для россиян чем сама Россия огромное число страшилок вывали на русский это вообще не понял чего ждать Прибалтики Прибалтики ждать накачивание войсками НАТО и поход из Прибалтики в эрефию соответственно ответ один из сценариев фактическое ядерное оружие по Прибалтике ибо довыеживались 26 год запланировано вторжение НАТО вопрос только сейчас два сценария основных либо НАТО входит как агрессор война либо НАТО входит как миротворец с гуманитарными грузами с едой потому что в россии будет гражданская война на 25 год запланирован но это скорее в ролике по разбору два сценария на 25 год два варианта шторма это в следующем ролике наверное что будет в США в США тоже будет как и мягко говоря неспокойная гражданская война она уже идет в скрытой форме и там на расовых противоречиях сыграли людей с невысоким уровнем образования и высоким уровнем агрессии очень легко разомбированных ими очень легко манипулировать лучше помощник нашего врага это человек дурак а именно таких человеков дураков штампует ЕГЭ нынешняя власть убрав логику и введя закон божий и уменьшив число количество часов русского языка который правильно форматирует сознание и энергетику мозга в соответствии с коном именно в хорошем смысле русского системные языки мозга можно почитать много исследований на эту тему и убрав математику тоже хорошо структурирует вот эти три на мой взгляд самых важных предмета это логика русский язык и математика убраны практически соответственно люди не могут думать самостоятельно могут лишь подбирать готовые ответы выбирать готовые ответы из уже предложенных кем-то не создавая самостоятельные смыслы не работая с образом и так далее да Финляндия закрывается везде полная изоляция будет не только России и Европы но и внутри Европы некоторые процессы идут такие распад Евросоюза тоже где-то седьмой год поэтому все идет насколько этот сценарий реализуется ну да свой вариант хочется у всех есть свои варианты кроме пожалуй мне кажется РФИ у всех геополитических игроков есть свои варианты событий все хотят свое место под солнцем у всех есть вычислительные центры кроме РФИ у своих компьютеров нету в РФИ iatric у всех есть своя функция кроме РФИ почему-то у всех есть своя идеология а у РФИ запрещена идеология Саудовской Аравии она известно транслируется на весь мир идеологии Израиля транслируется на весь мир понятно идеологии Китая тоже известно транслируются на весь мир и внешнеполитический один пояс один путь и так далее Идеологии РФ в чем? Запрещено иметь Удивительно, пожалуй, единственная страна, которая не имеет своей идеологии И это закреплено в Конституции И есть человек, который обязан на это гарантировать Что РФ будет ничем в смысловом плане А ничем на уровне смыслов, ничем на физике Ну, по-моему, все логично, очевидно Исламский мир внутри РФ не грозит Кому грозит, чему грозит? Мага, переформулирую вопрос Кто выгодоприобретатель от происходящего? Вот от нынешнего происходящего даже не знаю кто Даже от того, что происходит, от геноцида, прежде всего, белого населения Я даже не могу сказать, что Рой выгодоприобретатель Потому что в 89-м году был пик интеллектуальной развития Роя Потому что было максимум белого населения Среди тайных обществ умных людей Образованных Которые думали, могли думать А сейчас Вот эта старая когорта В том числе Киссинджер, Бжезинский Горби, Папа Римский Королевичный Еще ряд таких вот монстров Ушли И кто придет на их место? Да никто практически Заменить не белым населением Ну это не автотранспорт Можно такую же детальку вставить Есть определенные тенденции Есть особенности энергетики Психики Уровни энергетики Уровни проникновения Взаимодействия с коном Чтобы взломать кона Нужно в него проникнуть А проникнуть в кона Может только определенная энергетика А вот этой определенной энергетики Становится все меньше и меньше Да, думали, что Думать за рой будут квантовые компы Но они что-то перестали работать Резко Думали, что Можно будет обойтись без инженеров Высокообразованных Типа роботы Будут делать нано роботы Но что-то нано роботов мы не видим Якобы будет искусственный интеллект Работать Но его что-то тоже нету Странно, да? Мы видим умные программы Типа шахматные программки Которые пересчитывают То есть программа слежения за лицами Это не искусственный интеллект Это просто умная программа Говорят И Вождение Машины Ну это просто программа Которая обрабатывает Графику и выдает Миджорни и прочие Там кандинские И прочие Это не ИИ Это просто программа Которая прорабатывает Работает Чат GPT То же самое Он может стать ИИ Потенциально То есть осознать себя И именно самообучаться Пока есть ограничения Что такое ИИ? Это сознание Осознавшее себя Как некую единицу И живущее Соответственностью Со своими какими-то целями Идеалами и прочее То, что есть сейчас Это всего лишь программы Да, они оперируют Они, пожалуй, могут стать умнее Чем человека Чем человек Но Программы стали уже умнее Чем человек Давно Каспаров это подтвердил Очень давно его Обыграл компьютер По-моему, лет 12 уже прошло Очень много произошло Кстати, в 12-м году В 11-м, 12-м И сейчас вот еще один повтор Тех событий И сейчас идет нарастание Можно очень грубо провести Параллель с Первой мировой Как я уже говорил Идет лаг 109 лет 108 лет Да, 108 скорее Но Сужается Уже как 103 года То есть мы сейчас Видим те процессы Которые мы видели В Первой мировой То есть если Первая мировая Была Германия Польша Условно В основном Германия То сейчас это Украина Тогда в Первой мировой Мы видели Впервые применение Дальнобойных винтовок Авиации Наблюдательных шаров И так далее Сейчас мы видим Новое применение Техники Высокоточное оружие Вместо винтовок Снайперских Мы видим Высокоточные Артиллерийские комплексы Вместо Аэропланов Примитивных Еще Первой мировой Мы видим Дроны Дистанционно Управляемых Вместо Шаров Ну это Технологии Менять технологии Но суть та же Вводятся новые Способы ведения Войны Скажем так И политически То же самое Также формируются Новые Конфигурации Новый расклад сил И соответственно Новые последствия И распад Как следствие Распад всех Тех предыдущих Государств Которые были Все империи Были уничтожены Условно с 14 по 20 год Уничтожены все империи Там Австро-Венгерская Ушла в небытие Кайзеровская Ушла в небытие Китай Ушел в небытие Китайская Империя Император Трансформировалась Мощно Но она еще раньше Японская Османская Империя Ушла в небытие И сейчас То же самое Мы увидим Трансформацию Всего того Что есть сейчас Глобальную Не все это Понимают Ну и как следствие Херакнут по России Так что Мама не горит Девяностые Покажутся Просто Ну Цветочками Учитывая Некоторую Демократическую Демографическую Ситуацию Но это все же Будет в ролике Наверное По внутренней политике По внешней Я думаю Уже мы все Проработали Есть еще вопросы? Я вам не верю Ну не верь Ничем не считается От тех Кого так ругаете В смысле Прокон Проще про квантовые фишки В каждом из нас Ну а это к чему? Не услышал от вас Менять реальность Это буквально Да хоть фигурально Светлана Твой бред Немножко достал Пока Ой Так Что будет После 30 Я даже не знаю Что будет После 24 Будет ли Лизня белого Населения Исламистого В Германии А то что сейчас Это не Еще не Это о чем? Нагнали тысячи Не тысячи Миллионы Селить негде Да есть где В домах Тех кто нас покинет Очень скоро В силу ряда Разных причин В деревню А смысл Без свободной энергии В деревне Без электричества В России Это здесь можно Это в Индии можно Уехал куда-нибудь И все Всегда тепло Огородик при себе Он Пошел Мандаринчиков нарвал Сейчас Уже заканчивается Уже лепесинчики пошли И все хорошо Несколько деревьев И Витамином С Обеспечен с одного Лепесина На сутки Хватит Что-нибудь хорошее Наверное есть Стрим Да Будет сохранен Киргизия Будет поддержать Казахстан Блин Кто бы Киргизию Поддержал Она между Афганом И И непонятно чем Там Афган рядом Ну как Сергею Самой нужна будет Поддержка Особенно тем Русским Которые там еще Остались Единицам Да Какие еще вопросы Давайте Стриммер затянулся Для тех Кто умеет думать Я думаю Была некоторая Полезная информация Частично Пусть Она сумбурна Не в полной мере Цельнозор Тут представлен Не совсем Сшито полностью Не представлено Не академически Не в виде лекции Немножко Урывками Но тем не менее Какая-то картина Представлена Жидает ли Рассказать Свободную энергии Да хоть бы Тут не свободную Раскрыли Потому что Если верить Путину Он Идеолог И защитник Свободной экономики А по экономике Ну вот перестали Европа покупать Газ Соответственно Рынок Он должен хлынуть Просто И соответственно Газ должен стать Копейки 3 Наверное За кубометр Потому что Должно быть соотношение Да Невидимая рука рынка И так далее Если кому-то Промывали мозги Этим бредом Экономическим Соответственно И нефть Также должна быть Копейки Стоить Но мы что-то Этого не видим Вместо этого Мы видим Повышение тарифов 10-12 Мы видим Продолжение геноцида Мы видим Усиление Всяких зажимов Административных Которые противоречат Идеи свободного рынка И так далее Трамп еще тот Умный Да Что ждать в Беларуси В Беларуси Как и в России Ждать Полные жопы И концлагеря Уже сейчас Начинается Реакция Неадекватной Батьки Несмотря на Все мои Симпатии К нему По запретам Людям Выезжать На ПМЖ В другие страны Да как ты запретишь Ну выехал человек И все Продал Квартиру И выехал Полные Шиза У всех Одноглазиков Будут пытаться Кусать и себя И людей Не понимая Что уже Базы нету Кормовой Потому что у них Нет даже понятия Кормовой базы У них нет понятия Ценности человека Они манипулируют У них нет понятия Совести У них нет понятия Целесообразности У них есть программа Которые должны выполнить А программа у них одна Вампиризм И геноцид Они ее выполняют Причем как-то Вот уже Корявое Жесткое И единомоментно Все процессы Есть руководство РФ Против своей страны Как можно его устранить А политично рассуждаешь Как Товарищ Сахов говорил Это уже статья За устранение Хотя нету Статья за переворот Есть статья за попытку Переворот Попытались Ну вот Пригожин Ее избежал Пригожин Много чего Натворил У него не получилось Теперь будет Другой сценарий Развала РФ Изнутри Никак С 20-го по 25-го по 25-й Начались жесткие процессы Какая часть Германии Пострадает Пострадает такая часть Германии Как вся Черногория Можно пережить лихие времена Везде можно пережить лихие времена Если есть мозги Предупрежден Значит вооружен Для этого я эти стримы И провожу Перенград закроет Закроет всю РФ Сначала А потом закроет всех Уже закрывает Уже после паспорта Нужно сдавать При банкротстве При гостайне И так далее Раньше просто Ну Ну имеешь ты расписку Там доступ к гостайне И имеешь Имеешь запрет на выезд И имеешь А сейчас уже Загранпаспорта Перестают Уже идея Не выдавать Загранпаспорта Вне РФ И так далее То есть Чушь Ну по процессам Внутри России Я сделал отдельный стрим Или ролик Это веселуха Это же скач полный И он только начинается Что делать Как сопротивляться Но мы уже сопротивляемся Если уже Моих советов Недостаточно То Что ж тебе поможет Да Видеокамеры Везде Тотальный Это будет Цивилизация статуса Цивилизация Социального рейтинга На самом деле Глобальное управление Есть Никто от него Никуда не Не уйдет По их плану По крайней мере Промывка мозгов Идет И фильмами И сериалами На одном уровне То есть Все то Что мы видим В каких-то глобальных Формализующих Документах Директивных Мирового экономического форума Шваба Мы видим В сериалах Например Вот в России Сейчас популярный сериал Два холма Который показывает Нашу жесткую реальность Мы сейчас просмотрели Жесткая реальность Которая сейчас есть В России Феминизированная По самой Не балуйся Общество Где мужики Загноблены И убраны Все Судьи Практически Это женщины Все Преподавательницы Это женщины И так далее И тому подобное Административный Ресурс На самом деле Потому что Ими легко управлять Тотальный феминизм Но это опять же Будет в ролике Про Эрефию А на самом деле За этим стоят Умные мужики Феминизм Управляется Вот это Феминизированное общество Управляется Искусственным интеллектом Которым В ответ В свою очередь Управляют умные мужики Это хорошо показано Вот через юмор На самом деле Это тоже Программная Прогнозное программирование И программный документ Не зря Внеокупаемый Дефакто Сериал Как говорил Эрнст Проговаривает Время Сериалами Хороший инструмент Для проговаривания Время Они периодически Рассказывают Правду Но Нужно уметь Ее увидеть Есть очень много Хороших сериалов Где все переврано Опять же Но тоже можно Посмотреть Например Менталист Мы недавно Просмотрели Это был такой Забег Месячный По 10 часов В день Хороший Менталь Сериал Если убрать Там программирование Циферками Потому что Циферки На номерах домов И на Номерах кабинетов И на номерах машин Там Замечательные Постоянные И даже в заставке Со второго сезона Глазик Появился И так далее Но тем не менее Там три уровня Есть один уровень Просто Ну тоже все переврано Но посмотреть Можно Рекомендую Сериал Бункер Который говорит Что дергаться Не стоит Власть Права И из бункера Никуда не деться Любое сопротивление Это зло Тоже промывка мозгов Как и в фильмах Раньше только в фильмах Это было ярко Так показано Теперь в сериалах Поскольку Глубже проработка Всего Переворачивания идет Фильм Апокалипсис Люди Икс Апокалипсис Тоже перевран Хуже чем в Таносе Идея древнего бога Который проснулся Который получает силу От света Который Сказал Что никакого Больше оружия Массового поражения Никаких стрел И луков Никаких Сверхдержав Которые воины делают И сильным Нужно заботиться О слабых Там таким монстром Показано Что просто Ну Я репостнул Ссылку В разбор Канал Разбор Клипов Поиск смыслов Рекомендую Тем кто умеет Думать Посмотреть Разные сериалы И увидеть Про Пикар Я уже говорил Какой мы еще Там смотрели Сериал Уже Уже очень много Да Да Возврат народного Чтобы вернуть народное Нужно народу Осознаться Что он народ Пока этого я не вижу Как сопротивляться Вы просто хотите выжить Спасти всех Кто рядом Инсомнии Нет Не смотрел Сквозь снег Да Отличный фильм Я уже делал его разбор Все будет как в фильме Операции Да Оно идет Примерно как в операции Но Все наше общество По сути это муравейник Сейчас И развал глобального муравейника Который ознаменуется Ознаменован вот этим вот событием Как покидание нас Генрихом Который Он же Гайны Хорошее Немецкое имя Австрийское Он сменил имя Запустил определенные процессы Которые мы Впоследствии увидим В течение буквально года Очень много чего поменяется Очень много будет разборок Появится новых Потому что опять же Скрепы Которые олицетворял Генри Ушли По вашему это как умные выживут Дураки и без шторма И без войны Очень часто нас покидают Как еще там Поделяться нужно на матраце Саботажем всех инициатив Да Тоже вариант Я уже говорил Искусство задавать вопросы Самому себе И власти И непротивление злу Насилием То есть пассивное Вот хотят они Осчастливить всех Новые дозы счастья Живительной влагой От новой заразы Там корь появилась Опять же в Китае Новая волна Ну я думаю Что Можно без активного сопротивления Как-то Дать понять Что новые дозы счастья Что она будет Немножко лишней Люди говорили А как сопротивляться Что делать Заставляют Я задаю вопрос А сколько дней Ты голодал За твое право Остаться чистокровным Обычно на этом все вопросы Заканчиваюсь Вот я не захотел Осчастливливаться Я не осчастливился И гарантировал себя От этого От попыток Вот и все И многие так же И сейчас они В общем-то На коне Буквально два года И ситуация Перевернулась Да Фильм супер Ну ладно Добра Наверное Кибердеревня Да Хороший прикол Тоже Пытаются Впихнуть Определенную идею Что-то типа Кибернизация Это Никаких изменений Как и феминизация В два холма Хороший принцип Посмеялись Значит одобрили Ну что Это же смешно Зачем этому сопротивляться И на самом деле Впихнули Определенное Программирование Потому что Просто так Просто клипов Просто фильмов Хороших Ну я по крайней мере Не видел Поэтому я и разбираю Показываю Как работают Эти механизмы Промывки мозгов И переворачивания Всего и вся Да Благодарю Я думаю Достаточно на сегодня Всем добра Еще раз Всего хорошего И держимся Вся жесть впереди